МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Бразды правления в новых руках". Сергей Петров официально вступил в должность мэра Ангарского района. Осенний урожай в социальной акции «Своя картошка» приняли участие 250 городских семей. И спортивная нагрузка. Региональный турнир по волейболу среди работников топливной компании ТВЛ состоялся в Ангарске. На календаре понедельник в эфире программа «Местное время». О том, с чего началась рабочая неделя и чем запомнятся минувшие выходные, узнаем прямо сейчас в студии Наталья Зарубина. Районная власть перезагрузка. 18 сентября в должность мэра Ангарского муниципального образования вступил Сергей Петров. Инаугурация проходила в минувшую пятницу в зале ДК «Нефтехимиков». Ольга Деребера с места событий. Вечером 19 сентября в зале ДК «Нефтехимиков» собрались руководители большинства предприятий Ангарска и Ангарского района. Депутаты, педагоги и врачи, представители общественности. В начале церемонии председатель избиркома Валентина Мазина вручила мэру его удостоверение. После чего новый руководитель территории зачитал текст присяги. «Наступая в должность мэра Ангарского муниципального образования, торжественно клянусь соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное и региональное законодательство, устав Иркутской области, устав Ангарского муниципального образования, уважать, охранять и защищать интересы населения муниципального образования, добросовестно выполнять возложные на меня обязанности мэра Ангарского муниципального образования». Поздравить нового мэра АМО в Ангарск прибыл губернатор Иркутской области Сергей Ерошенко. «Я искренне всех поздравляю. Я надеюсь, что город Ангарск в ближайшее время станет примером для Иркутской области в социальной сфере, спортивной, муниципальной, любые социальные объекты будут строиться быстро. Мэр и Дума займется именно тем, чем им нужно заниматься дорогами, сферой проживания». Глава при Ангаре отметил единую позицию региональной власти с избранным мэром и гарантировал свою поддержку в дальнейшем движении территории вперед. Далее слово предоставили председателю законодательного собрания региона. «Сегодня каждый из нас может порадоваться за жителей Ангарского района. В ходе прямых выборов доверие оказано Сергею Анатольевичу. Я поздравляю вас с этим доверием и глубочайшей ответственностью, которую на вас возложили жители Ангарского муниципального образования». Собравшимся представили новый состав районной думы. Поздравления от их лица выразил Александр Городской. Также свои пожелания Сергею Петрову выразили руководители крупных предприятий города и областной ассоциации мэров. С ответным словом выступил и сам мэр Аму. «Задача у нас одна – повышать территорию, задача одна – повышать комфорт проживания нашего населения, сделать город таким, и район, чтобы искренне гордиться. И вот здесь, наверное, терминология – это же самое». Мэр района Сергей Петров пообещал приступить к своим прямым обязанностям уже на следующий день – в субботу. Судя по всему, в администрации будут кадровые перестановки. Ольга Дилибера, Дмитрий Новопашин, «Местное время». А за час до вступления в должность мэра, губернатора Иркутской области Сергей Ерошенко, встретился с избранными депутатами районной думы. Установочное совещание длиною в час глава региона провел в Малом зале ДК «Нефтехимиков». Какие вопросы должны стать первоочередными и что народным избранникам нужно решать в первую очередь? Подробности далее. Как мы построим беседу? Выношительные? С первых минут встреча имела тон доверительной беседы. Однако первое слово депутаты предоставили главе региона. Сергей Ерошенко только вернулся с заседания госсовета, которое проходило в Кремле под председательством президента Владимира Путина. Могу сразу вам передать все похвалы и поддержку руководства страны, потому что, в принципе, мы, могу и вас за это благодарить, стали тем регионом, который радует результатами, ну, не только в экономике, я уже говорил об этом, в социалке, но и в том числе в консолидации общества. Под консолидацией общества, возможно, руководитель региона имел в виду слаженную минувшую избирательную кампанию, так сказать, здоровую перезагрузку муниципальной власти в большинстве городов Приангарья. И первое, что должны сделать новоспеченные депутаты, это вместе с мэром крепко и ответственно продолжить работу по объединению района и города. Депутаты вот этого уровня, значит, депутаты города должны принять, значит, соответствующее инициативное решение. Значит, на основе этого решения у губернатора есть сейчас полномочия нового окружного образования. Депутаты, я думаю, не думаю, а даже уверен, абсолютно сумеют меня поддержать и примут закон. И с этого момента вы пойдете в сентябре на новый выбор. Затронули и судьбу крупных ангарских предприятий. Например, о реализации новых неядерных проектов на АЭХК и развитие строительства с помощью АУ-16 и его новых собственников. Участие в беседе принял и мэр района Сергей Петров. Он назвал первостепенные задачи, которые ставит перед собой как руководитель. Первые шаги – это проанализировать те 20 тысяч наказов, которые получил от избирателей только в письменном виде. Это выявить наиболее горячие точки и заниматься бюджетом на 15-й год. Чтобы именно по этим точкам, что называется, первый удар нанести. Вот такие задачи первостепенные. Депутаты наверняка настроены работать с исполнительной, муниципальной и региональной властью в одной связке. По крайней мере, именно на это дал установку глава региона Сергей Ярошенко. Елена Мильвит, Ольга Дерибера, Дмитрий Новопашин. Местное время. Первое заседание районной думы в новом составе состоялось сегодня. Сначала парламентариям вручили удостоверение депутатов, а затем был избран председатель думы. На эту должность претендовали два человека – Александр Городской и Дмитрий Надымов. На тайном голосовании большинство голосов было отдано за Александра Городского. Мы с вами, идя на выборы, дали немало обещаний. И наша с вами задача – реализовать не только свои собственные предыборные лозунки, но и, слышать друг друга, позволить всем нам сделать то, в чем мы обязались перед нашим населением. То же самое касается Испанного мэра. Мы должны помочь мэру реализовать все задуманное для пользы нашего города и района. Сегодня главу Ангарска Владимира Жукова доставили в Иркутск. Об этом сообщает официальный сайт Следственного комитета по Иркутской области. Сейчас последственный находится в СИЗО-1 областного центра. В ближайшее время его ждут допросы. К другим темам. Три человека попали под колеса автомобилей в минувшие выходные. Двое из них погибли. Первое ДТП случилось в районе сотого квартала в пятницу вечером. Пешеход получил тяжелые травмы, а водитель с места происшествия скрылся. Днем позже в этом же районе под колеса автомобиля попал 56-летний мужчина. Он скончался до приезда врачей. Еще одно ДТП случилось на федеральной трассе М-53. Водитель иномарки совершил наезд на мужчину. Личность погибшего пешехода до сих пор не установлена. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. Он был одет в черную кожаную куртку, в серую с черным квадратик рубашку. Также носил коричневые туфли. И на руке у него были часы российского производства марки «Амфибия». Кто узнал человека по данному описанию, просьба позвонить по телефону 530515 в дежурную часть управления внутренних дел. В настоящее время автомобиль, совершивший наезд, помещен на штрафплощадку к ГИБДД. Правовое решение по факту виновности ДТП предстоит принять сотрудникам следственного отдела ангарской полиции. В субботу вечером еще одно дорожно-транспортное происшествие случилось на Мегетской горе. Водитель иномарки, житель Усть-Кута, двигался в сторону областного центра и не заметил, как самосвал стал совершать разворот. В результате в аварии пострадали три человека, которые находились в салоне легкового автомобиля. С травмами различной степени тяжести они были доставлены в больницу. Вечером 21 сентября в общежитии 85-го квартала произошел пожар. Густой дым, валивший из окон комнаты на третьем этаже, увидели жильцы. Они и вызвали огнеборцев. Спасатели эвакуировали из помещения мужчину. У пострадавшего обгорели пальцы рук и волосы. В тяжелом состоянии его доставили в больницу. По предварительной информации, причиной пожара стало курение в постели. Трудиться на грядках занятия не из легких. Однако, когда дело доходит до сбора урожая, работа ладится быстро. Видимо, поэтому дождь и пронзительный ветер не смогли помешать 250 семьям. Участникам акции «Своя картошка» в минувшую субботу выехать на поля. Хорош ли в этом году урожай, узнаем из репортажа Яны Поповой. У Галины Третьяковой семеро детей. Практически все сегодня здесь. На своем участке в 9 соток. Семья большая, уже есть внуки. Покупать картошку весьма затратно. Ведь это чуть ли не основной продукт в рационе. Галина с детьми уже с самого утра собирает долгожданный урожай. 12 мешков – хорошая подмога для многодетного семейства. В этом году мы здесь уже садим картошку с Сергеем Шарковым. Картошкой мы, конечно, довольны. Потому что она, во-первых, крупная. Я думаю, что урожай у нас будет хороший. Во всяком случае, по соответствии с нашей семьей, будет неплохой. Картошку мы садили бесплатно. На семена нам давали бесплатно картошку в этом году. Но предупредили, что на следующий год мы должны семена оставить себе. На двух полях общей площадью 7 гектаров в районе поселка Беликтуй ангарчане выращивают картофель уже второй год. В этом году число участников акции выросло вдвое – учителя, врачи, пенсионеры, многодетные семьи и матери-одиночки. Для самых незащищенных семена и удобрения совершенно бесплатно. Организатор мероприятия Сергей Шарков арендовал эту землю на длительный срок. Однако людей, участвующих в посадке, становится больше. Поэтому не исключено, что площади придется увеличивать. В этом году нас погода подвела, но тем не менее люди поехали. Сказали, обязательно поедем, не будем откладывать на следующую неделю выкопать. Приехали на поле, в принципе урожай нас не подвел. Картошка хорошая, крупная. Мероприятие очень важное для таких людей, как многодетные матеря, медики, учителя, пенсионеры. Также люди нас просят, будем продолжать и на следующий год. Ну и пока есть возможность, пока мы арендуем поле, будем продолжать, потому что это большое подспорье для людей. Они очень довольны. Хороший урожай с этих земель вполне объясним. Поля вспахали специальной техникой трижды. Еще весной закупили две тонны удобрений. На посадку, прополку и окучивание людей организованно доставляли автобусы, автоколонны 1948. И вот теперь осенью, благодаря хорошо выполненной организации и человеческому трудолюбию, результат превзошел все ожидания. Очень благодарны товарищу Шаркову за организованную уборку и посадку картофеля. Картофель вырос у нас замечательный, крупный. Спасибо ему большое. Если будет на следующий год такая компания, мы будем рады участвовать в ней. Картошка изумительно хороша. Спасибо ему. Сколько кулей уже накопали? Вот. Два, два, пять. Шестой. А сколько у вас соток всего? Три. Три. В следующем году приедете? Обязательно. Ну, если пригласят, приедем. Ну, в общем, урожай вам нравится. Семья большая, надо кормить. Ну, трое детей. Будущей весной той же дружной компанией семьи приедут вновь всадить свою картошку. А пока по десятку кулей собранного урожая должно хватить на всю зиму. Самое главное, говорит Сергей Шарков, добрым делам положить начало. Яна Попова, Владимир Селиванов, Местное время. В Ангарске отметили Международный день мира. Этот праздник в нашем городе стали отмечать три года назад. По традиции организаторам акции выступили методисты Дворца творчества детей и молодежи. Каждый раз его проводят в новой форме. В этом году ученики начальных классов выпустили в небо шары с символом мира белыми голубями. В прошлом году мы вышли с большой акции со школьниками города на площадь Ленина. Выстраивали слово «Мир». Наше обращение детей города Ангарска к взрослым было отправлено в Сочи на всероссийскую конференцию. Нас директор увезла. Ну а в этом году мы так решили локально с участием школы номер 31 здесь у нас во дворце. В праздничной акции по всему городу приняли участие более двух тысяч школьников. Лекции в необычном формате в одном из кинотеатров ангарским школьникам рассказали о правилах езды на велосипеде по городским дорогам. Дети посмотрели фильм, а представители клуба «Ритм» провели инструктаж по правильной эксплуатации велосипеда. Подобные лекции обещают провести во всех школах города. Кроме того, юным участникам движения вручат специальные памятки. В этой памятке будет у нас указано, где можно заниматься велосипедным спортом в городе Ангарске. На каких площадках, приспособленных к этому виду спорта, можно безопасно проводить время на велосипеде. Все контактные телефоны, конечно, и наши перспективные планы. Лекцию в кинотеатре посетили школьники из более чем 10 городских учебных заведений. Региональный турнир по волейболу среди сильнейших команд из городов присутствие топливной компании «ТВЭЛ» Сибирского федерального округа состоялся накануне в Ангарске. В течение трех дней состязания проходили в зале спортивно-здоровительного комплекса «Атомспорт». Затем, как проходили баталии, наблюдала наша съемочная группа. Ангарск в очередной раз принимает гостей из городов присутствия предприятий топливной компании «ТВЭЛ». Все предприятия, которые входят в топливную компанию «ТВЭЛ», очень много времени, средств выделяют на спортивные мероприятия. Мы считаем, что это одна из основных деятельностей, которая происходит в наших городах, в зонах присутствия. Для участия в четвертом по счету традиционном региональном турнире в наш город прибыли волейболисты Зеленогорска, Красноярского края и Северско-Тонская область. Это сильнейшие команды, которые играют на профессиональном уровне и участвуют в турнирах всероссийского и международного масштаба. У нас команда стабильная, состав практически всегда одинаковый, поэтому тренируемся регулярно, играем. Готовы всегда к любым соревнованиям. Турнир по волейболу проходил в течение трех дней. В результате победу одержала команда из Зеленогорска. Ангарчане стали серебряными призерами, а волейболисты из Северска были удостоены бронзовой награды. Приятным подарком для всех участников стала поездка на Байкал. Выборы. Это событие по праву стало главным для большинства участников нашего еженедельного опроса на улицах города. Многие ангарчане довольны результатом. Некоторые с помощью нашей программы передали новому мэру свои наказы. Какие еще события стали важными для жителей города? Смотрите далее. Выборы. Выбор нового мэра. Как выборы были мэра? Выборы мэра. Выборы же были в воскресенье. Вот произошло важное событие. Вы довольны выбором? Да. Я за кого голосовала, за того и прошла. Прошло довольно. Состоявшееся голосование горожане посчитали самым важным событием недели. Кто-то был предельно краток, другие высказали пожелания новому мэру. Конечно, выборы. Самое значимое, потому что народ выражает свою гражданскую позицию. Ну и, естественно, голосует за того, кого он хочет видеть во главе города и, так скажем, людей, которые будут помогать обществу нашему. Выборы. Ну, в общем-то, Петров победил. Вы довольны? Да, довольны. Но не знаем, как это дальше будет. Если уж выбрали Петрова, пусть он маленько побеспокоится о чистоте города. Ну, чтобы молодежь у нас не сильно по ночам гуляла, чтобы милиция работала. Ну, желание, пожелание ему. Ну, и чтобы работал. И здоровье, чтобы у него было. Выборы, потому что я работала в участковой избирательной комиссии, и они еще до сих пор у меня продолжаются. Сдача документов, все остальное. События на Украине по-прежнему в умах и на устах горожан, даже самых маленьких. Думаю, на Украине, которая сейчас происходит. Куда происходит? Война идет гражданская. Надеюсь, что хоть мир и мир и на Украине мало-мало восстановилось. Но надеюсь, что надолго. События повсюду. Общегородские и личные. Они наполняют нашу жизнь каждый день. И как радостно поделиться чем-то хорошим. Дороги сделали. Все лучше стало. Ребенок в садик пошел. Это, наверное, важно. Картошку выкопал. Скорее всего, в нашей семье такое небольшое событие – приобретение новой техники для дома. То есть для нас это небольшое событие. Побаловали себя, так скажем. Я заработала денег. Наверное, я очередной раз понял, что я люблю свою семью и люблю свою жену. А какое событие важнее всего для вас? Заходите на наш сайт в интернете и голосуйте. Новый опрос каждый понедельник. Ольга Дерибера, Дмитрий Новопашин. Местное время. Тот же вопрос мы задали посетителям нашего сайта. Главным событием минувшей недели больше половины из них посчитали прибытие в Ангарск мощей Святой Матроны. Свои голоса за это отдали 52,5% людей. На втором месте тема муниципальных выборов. События сочли важным почти 32% пользователей. За открытие хоккейного сезона проголосовали чуть менее 8% посетителей сайта. Для 5% людей главным стали события в их собственных семьях. А вот новости культуры участники опроса поставили на последнее место. Начало творческого сезона во Дворце культуры «Современник» получило всего 2% голосов. Новый опрос уже на нашем сайте. ActisTV.ru. Заходите и голосуйте. На этом наша часть выпуска завершена. Сейчас смотрите новости погоды, астрологический прогноз и программу «Место происшествия Ангарск». До встречи.